Итак, это обзор внешней рыночной ситуации на 13 марта. Сегодня день, когда в конце туннеля виден реальный свет, так как божья роса нам просто запылила глаза в связи с этой коррекцией. И наконец-таки сквозь грозы сияет нам солнце свободы. И центральные банки, а главное вакцина от коронавируса нам путь озаряет. Итак, начнем для начала с центральных банков. Отмечу первый момент. ФРС, американский центральный банк, напечатает полтора триллиона долларов для спасения рынков. То есть Федеральный резерв включил печатный станок на радикально полную мощность. То, о чем говорил буквально глава ФРС несколько месяцев назад. Если ситуация в экономике ухудшится в связи с издержками коронавируса, то врубается на полную мощность печатный станок. Все. Он это сделал. Но самый важный момент. Здесь нужно акцентировать именно на коронавирус. Потому что даже если печатать деньги и вливать их в рынки, и при этом понимая то, что внешняя ситуация на рынке, она полностью связана на новостях о коронавирусе, не поможет куе. Даже радикальнейший куе. Но. Сейчас одно очень важное но. Помните, я говорил раньше про компанию Модерна на последнем прямом эфире? То, что она создает вакцину от коронавируса. И вот вышла новость. Вакцина от коронавируса компании Модерна прошла успешное испытание на животных. После этого планируются клинические тесты на людях. То есть в чем главный момент? Постепенно ситуация разруливается на рынках. Буквально вот из-за этого. Иными словами, как выйдет шквал позитивных новостей об этой вакцине. Рынки, они радикально развернутся потом. Почему? Потому что, я еще раз говорю, все зациклено сейчас на коронавирусе. И даже исходя из нынешней ситуации на рынках, давайте говорить по факту, за первый квартал по разам компании выйдут фиговые отчеты. В частности, это будут в американском секторе. Плохие отчеты будут у голубых фишек американских. Это у компании Apple и прочих там, какие у нас имеются. Boeing это вообще труба полная. Хотя, в принципе, я напомню то, что про Boeing я раньше в свое мнение выражал и говорил, что покупать по 300 долларов ни в коем случае нельзя. Это уже переоцененная бумажка. По 150, по 100 и ниже. Там вполне резонно подбирать, но по 300 это слишком сильно. Ну и прочие компании американского рынка. В принципе, даже исходя из ситуации в адрес России, российских компаний, экономики, могу сказать следующее, что нынешняя ситуация за первый квартал 2020 года, она также повлияет на российские компании. Я отмечу даже другой фактор того, что нефть упала, всем очевидно. И те компании, которые плачут по квартальные дивиденды, в первую очередь нефтяные компании, они эту издержку вероятнее всего на себе почувствуют. И вполне резонно ожидать сокращения квартальных дивидендов по итогам первого квартала 2020 года. Первого квартала 2020 года. Не за весь 2020, а именно первый квартал 2020 года. За весь 2020 год пока еще рано говорить. Лишь только начало года наступило совершенно недавно. Вот, исходя еще из ситуации с центральными банками, видим то, что центральный банк Япония, центральный банк Европы, центральный банк ФРС, они сейчас максимально сильно вливают деньги в экономику. Ну и также скоро подключится к ним центральный банк Англии, вероятнее 26 марта. Именно с политикой количественного смягчения, то есть КУЕ. И отвечая на вопрос, что сегодня творится? Отскок или начало нового бычьего тренда? Граждане, это отскок. Отскок после дикого падения. Тем более, помните, что сегодня еще и пятница, и идет также массовое закрытие позиций, шартовых позиций инвестдомов. Поэтому и такой отскок, он тоже постепенно провоцируется. То есть этот момент тоже необходимо учитывать. Вообще, если говорить по факту, если говорить вот тут реально наперед по факту и по честности. Сейчас самое время подбирать российский рынок уже с инвестиционными целями, на несколько лет вперед. Я отмечу даже другое, то что я, конечно, помните, если говорил, что будет обвал на рынках, будет такая вот, скажем так, глобальная коррекция. Но, конечно, я не ожидал, что она будет именно сейчас. Именно вот эти свечки, вот эти сопли, будут прям, два месяца будет прям сопливый индекс. То есть валится все вниз, и то, что российский рынок уже упал на 40%. А такое было только в 2014 году и в 2008. И при этом, даже если индекс РТС придет на отметку 600 пунктов, вот здесь, вот здесь на этой отметке 600 пунктов, есть резонно просто максимально сильно выкупать. Потому что все-таки поддержка 2008 и 2014 годов, и от этих отметок будут выкупать все, кому не лень российский рынок. Потому что в тот момент времени, если вот этот индекс придет, Газпром, Сбербанк, они будут стоить копейки. ГМК, Лукойл, копейки. И на восстановление рынка, в таком случае, есть резонно тоже отыграть. Но я повторюсь еще раз. Если сейчас и выкупать рынок, то лесенкой. То есть каждые 5% снижения и выкупать на 1-2% от капитала, от выделенного капитала на один имитент. Например, у вас 100% капитала, вы выделили, к примеру, для Газпрома 10% от капитала. И вот эти 3-4-5% из коррекции, да, лучше выкупать от выделенного капитала. 1-2%. Тем самым вы создаете себе среднюю цену. И в любом случае, Газпром, Сбербанк, ВТБ, все акции российские, они потом на восстановление рынка неплохо восстановятся. То есть неплохо вырастут. Поэтому в данной ситуации, я еще раз говорю, это вот та самая ситуация, когда можно реально в перспективе нескольких лет набомбить себе реальные капиталы. Да, придется нынешнюю просадку перетерпеть, переждать, но в будущем, блядь, она окупится. Почему? Потому что в 14-м году я то же самое делал. Я сейчас говорю по своему опыту уже. Я входил тоже в рынок в 14-м году, именно в декабре, когда был шквал, паника, как сейчас по сути. Но потом на восстановление рынка я до 18-го года держал свои большие лонговые позиции. И в 18-м году я только стал их раздавать. И потом плавно перешел под спекуляцию. И по большому счету ситуация аналогична. И этой ситуации, еще раз говорю, необходимо реально люто пользоваться. Прямо как психом безбашенно быть, но реально им пользоваться этой ситуацией. Далее хочу отметить одну информацию по теме инвестиционных домов. Сейчас, если вы заметили, вам, наверное, приходит в качестве оповещения от ваших брокеров шорт одной акции, шорт другой. Ну, такие рекомендации инвестиционные. Шортите то, шортите все. И что у нас получается по факту? Если призывают в шорт, то я не удивлюсь, что вот эти инвестдома, у которых у вас открыты брокерские счета, они уже постепенно рынок откупают. Откупают его лесенкой. Все очевидно и все просто. Шортить сейчас рынок, даже отвечая на этот вопрос, шортить рынок сейчас, это очень рисковое занятие. Почему? Потому что сейчас проходит буквально пик паники. Либо даже около пик паники. Тот же самый индекс страха уже на двух пунктах стоит. А, к примеру, индекс волатильности, индекс страха S&P 500, он уже превысил отметки 2008 года. То есть те, кто сейчас думает что-либо пришортить, вот здесь просто будьте аккуратны. Потому что на такой реально лютой панике, сейчас шортистов забивается очень много в акции. Я тоже мониторю форумы, я понимаю, что стоит выйти одной маленькой позитивной новости про коронавирус. И сегодня, в принципе, она была. Вакцина от компании Модерн. А если вы такая вот средняя, может даже большая новость, о том, что все, вакцина создана, на людях прошла она успешно, шортовый вынос и посадка на бутылке будут самые жесткие и лютые, хлеще, чем в 2008 году. То есть и этот момент тоже необходимо учитывать. Если, как говорится, вам капиталы свои дороги, то шортить сейчас рынок нет никакого смысла. Есть смысл рынка подбирать, а шортить его, это уже беспонтово. Но даже если его и шортить, то со самым радикальным наблюдением в терминал, и главное, про стоп-лоссы необходимо помнить. Но все-таки лучше с шортами в сторонке постоять. Как говорится, лучше постепенно позиции набирать, пока индекс РТС на 1000 пунктов стоит, а то и даже ниже его подбирать, там до 600 пунктов, чем просто шортить. Вот, и последний вопрос по поводу нашего Центрального банка, Российской Федерации. Я запостил минут 20 назад новость в нашем чате Телеграм-канала, то, что рынок начал готовиться к резкому повышению ставки ЦБ. Я отмечу другое. Они повысят ставку Центрального банка РФ в случае, в случае, форс-мажорной панической ситуации на российском валютном рынке. И в данном контексте я могу приравнять его нынешние события, как к 2014 году, когда ЦБРФ просто радикально повысил ставку, чтобы радикально укрепить рубль. Поэтому и в данном контексте, если рынок уже начал закладываться в повышении ставки, то вот спрашивай меня, стоит ли брать доллар. Господа, сейчас вообще валюту, если у вас нет валюты, то валюту здесь вообще не стоит. Почему? Одно решение от Центробанка, там, не знаю, повышение ключевой ставки, все. Если вы взяли, к примеру, там, по 75-77 рублей за доллар, то потом вам придется, грубо говоря, сливать его намного ниже. Может, 70 рублей, потом будет, может, 69. Еще и ГЭПы остались, причем не закрыты, на уровне 64. И туда, рано или поздно, цена все равно придет. Потому что Центробанк, он любое решение примет, на фоне чего укрепление рубля может быть радикальнейшим. Даже если ставку повысит, укрепится. Это уже пройденный этап времени, и его необходимо также учитывать. Да, если говорить конкретно про нефтяной рынок, ситуация там постепенно стабилизируется. И отвечая уже на конкретные имитенты, именно про, как минимум, ТАП нефть, компанию, меня просто спросили по ней, попадет ли она под раздачу. В плане отчетности вполне, но если опираться на заявление правления компании, о том, что им просто глубоко фиолетово, какая будет цена на нефть? Ну, в принципе, я думаю, они немного сутрировали эту ситуацию, потому что если цена на нефть, грустно говоря, будет 20 долларов, то и компания тоже будет нести в себя определенные издержки. То есть в такой ситуации необходимо будет просто наращивать добычу нефти самым радикальнейшим образом, чтобы все эти убытки потом отбить. Но отмечу по ТАП нефти другое, то что правление компании буквально на днях заявило о том, что они по факту являются дойной коровой для Татарстана, правильно? В бюджет Татарстана идут дивиденды ТАП нефти. И поэтому они заявили одну главную вещь. Если даже доходы компании упадут, то дивиденды не менее 90 рублей они будут выплачивать. То есть они готовы даже брать в кредит, но выплачивать. И сдержки тоже будут, да. Но они готовы пойти на самый радикальный путь, радикальный образ, чтобы все-таки и с миноритариями, и с мажоритариями дивидендами считаться. Но все-таки я думаю, в плане цены на нефть, она рано или поздно восстановится, потому что разные, повторяюсь, форс-мажорные моменты на рынке нефти, они могут быть либо диверсии, либо встречи РФ и Саудитов в рамках ОПЕК+. Что угодно может быть, то, о чем мы сейчас не можем даже предположить. Поэтому уповать на то, что ситуация крайне радикальна, ну, я пока бы не стал. Еще рано делать такие в прямом смысле выводы. Очень рано. Да, и последняя, наверное, новость уже сейчас, это то, что Дисней приостановит работу парков, развлечений в США и Франции из-за коронавируса. Тут имеется определенная издержка для этой компании. То есть, у кого она имеется в лонгах, тут нужно быть с ней крайне аккуратным. Сейчас тоже я из первых уст знаю, что творится на европейском континенте. То есть, там, не скажу, что паника, но определенный ажиотаж в связи с коронавирусом имеется. Знаете, вот меня больше напрягает, повторюсь еще раз, именно Италия. Они там проявляют сейчас самые радикальные моменты в плане устаканивания ситуации с коронавирусом, скажем так. У Англии, ой, пардон, у Италии сейчас с бюджетом большие проблемы. Даже правительство этой республики, итальянской республики, заявляет о том, что хотят, не собираются, а вероятнее всего хотят, опять же, вероятнее, они заявляют, чтобы объявить дефолт страны. И вот еще раз напомню вам, вот на эту ситуацию нужно просто смотреть крайне аккуратно, потому что они уже не первый месяц об этом говорят. И причем очень все отчетливее, отчетливее и отчетливее. Просто вбивают, вбивают, вбивают в голову и рынку свою вот эту тематику. Я все-таки думаю, что они до этого шага не дойдут, потому что какие-либо привилегии со стороны Евросоюза для итальянской республики вполне вероятно и будут. Потому что Евросоюз, он тоже понимает, объявление дефолта Италии, это полная задница. Это задница для всего Евросоюза, для всей еврозоны, скажем так. Падение рынков, шквал негатива, банкротство Deutsche Bank, все это. Поэтому, чтобы в этой ситуации, этот острый угол миновать, какие-либо поблажки для Италии будут со стороны Евросоюза предоставляться для Итальянской республики. Поэтому и в подобной ситуации, я думаю, эту ситуацию разрулит. Так как этот острый угол, он крайне заостренный. И если на него напороться, то можешь себе, не знаю, брюхов скрыть, условно говоря. Ну, неприятные последствия могут быть, иными словами. И последнее, это технический анализ индекса S&P 500. Меня спросили сегодня ночью по теме того, где я вижу справедливое значение индекса S&P 500. Смотрите, я еще расскажу. 1800-2000 пунктов. Почему? Потому что сейчас мы наблюдаем ту самую ситуацию, когда S&P 500 является переоцененным индексом. И он рос все эти года в первую очередь на байбэках компании и на КУЕ. Я об этом в одном видео говорил, позавчера я делал. Можете посмотреть. Про количество смягчения, ДКП и байбэки. Поэтому нынешнюю ситуацию, нынешнюю ситуацию, нынешнюю коррекцию, я думаю, все равно как-то ее выкупят. Потому что вот стоит выйти одной новости про коронавирус, выкупят. Даже может и перехай, S&P 500 покажет. Вполне возможно. Просто сейчас необходимо дожаться новости про вакцину. А уже это время постепенно подступает. И компания Модерна, она тоже на месте не сидит. Поэтому, исходя из данной ситуации, я могу предположить следующее. Даже нет, не предположить, а скорее сказать следующее. Что 1800 и 2000 пунктов это справедливый красный диапазон для S&P 500. Туда в любом случае цена еще придет. Вопрос когда? Потому что сейчас необходимо учитывать самый главный фактор. То, что у центральных банков Европы, Америки, центральный банк США, Минсиду, не осталось, я бы сказал, маневра. Они ставки настолько сильно поснижали. Ключевые ставки. Что теперь их необходимо будет в скором времени, а это даже вполне реально, после выборов американских, повышать. А повышение ключевой ставки это всегда играет радикально в адрес рынков. Они прям валятся всегда. Это негатив для рынков. И сдержки. Поэтому вполне резонно ждать того момента, чтобы S&P 500 задрали вверх. И все. Перед выборами опять же. А что будет потом? А потом будет диапазон 1800-2000. То есть именно там, именно там, я американский рынок, определенные имитенты, уже выделенные сейчас для себя, я их и буду приобретать именно там. Не сейчас. Не по 2500 пунктов, а именно 1800-2000. Еще раз. Это красный диапазон. Это краснее советского флага. Поэтому я сейчас с рынком США не тороплюсь. А вот с рынком РФ, есть смысл пошевелиться. Поэтому и на месте, как говорится, сидеть не приходится. Ну и последний аспект по поводу бычьего тренда. Смотрите, сейчас я включил месячный график по S&P 500. Тренд бычий пробит только шипом, но не свечой. Это месячный график. И пока что, пока что, идет бычий тренд. Коррекция в пределах бычьего тренда. 11-летнего. Поэтому пока, пока нельзя утверждать, что медведи закрепили здесь надолго. Нельзя этого утверждать. Пока что, на сегодняшний день. Вот когда пробьет этот бычий тренд свечой, тогда мы и скажем, когда вот месячный график будет здесь виден, что все, март пробитие, тогда можно утверждать на 100%, что все, медвежий тренд настал. Примега стал. Все. Пока еще рано утверждать об этом. И даже беспрецедентно. Учитывайте это, пожалуйста. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас основа биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технический фундаментальный, обзор индексных фондов, а также торговые идеи. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.